Силам, она сравнима с командой ОДЕОСИ. Сопоставимо. Да, они все достаточно равные команды. То есть здесь... Смотри, смотри, как все присели. Шоу строят под конец. Стенка на стенку. Стенка на стенку. Старые добрые. Какие старые и добрые. Окей, смотри, и поехала резня у нас здесь. Крисби, Киев. Эти участники у нас всех порезали. И последнего забрал у нас Сирса. Ну, а, кстати, хочешь немножко статистику? Давай, давай, поехали, поехали. Альтернейты в прошлом раунде выиграли по ножовщину. В прошлом раунде? На прошлой карте. Ну ладно, все, я не буду больше. Ты на одной издевался на первой карте. Я теперь над тобой. Хорошо, конец тебе. В общем, не в этом суть. Суть в том, что ножи они выиграли на карте ДАС-2. Выбрали сторону, победили. Альтернейты выиграли ножи на своем пике. Выбрали сторону. Победят? Непонятно. Возможно, победят. Возможно, и нет. Вот мы еще не видели. Возможно, ничья. Да, 50 на 50. Вот так скажу. Но нет, на самом деле, если судить по коэффициентам, то все-таки пока что комьюнити больше верит в победу. Команда Альтернейта такс, это и не мудрено, потому что за немцами у нас осталась первая карта. Это, кстати, был пик соперника. Ну, а на LLC прямо сейчас у нас в Лаве очень неплохой коэффициент, а именно 3.16. Ну и, собственно говоря, коэффициенты меняются во время раундов. То есть вот как только берут дополнительный раунд, как только заливают дополнительные бабки на ту или иную команду, коэффициент меняется, становится слаще или не слаще. Так что имейте в виду. Вот он, рашбэплэнта, на троп-роме уже целых три десантника. Тизиан заметил двоих, наверное, он слышал троих. Через коннектор хорошая игра от Аликса. И здесь тотальная аннигиляция команды LLC на биплэнте. Ну, Кризби и Кизяя пока что теплится надежда в этих парнях, но не Тона у нас уже аннигилировал Кризби, и осталось добрать, искалечить и добить Кизяя. Ну, Кзай, я слышал, и это конец. Ну, да, здесь совсем никаких шансов. Нож! Нет! Да ладно! Ну, рано-рано махнул по воздуху Кизяя, и как-то это все дело прочитал. В итоге даже дал целых два минуса. Ну вот, почему бы и нож ему не отдать, а, оппоненту своему? Ну вот не знаю. Жалко, жалко, жалко. Оп, промахнулся, и Кизяя такой, а что-то здесь не ладно. Но зато это вот в этом противостоянии первый такой момент, когда вот прям вот чуть-чуть не насадил. Чуть-чуть не считается. Да понятно, но зато как-то так красиво. Он там воздух порезал. Ой, Максимка у Кива. А все остальные что-то наподобие Эк играют. Просто лишь девайсы купили, а чтобы раскидка была на четвертом раунде. Вероятнее всего так оно и есть. И вот тот самый Макс 7 у нас уже погибает. Также погибают два пистолета. Кризби берет себе в руки Макс 7, и полетели головы с плеч соперников. Соперников Кризби минус игрок Мисту. Но вот дальше все у нас решает команда LDL-C. И вдвоем Олег остается вместе с игроком Экзистенсом, забирая себе, кстати, второй раунд. Вот это ирония. Ну Кризби молодец, нафармил здесь так много, сколько мог. И, кстати, вот нам опять-таки зритель, который постоянно меняет аватарки на команды, и именно команды, попросил пошумить за нас, за команду Alternate Attacks. Сейчас бы немецкая организация писала на русском языке. Да, 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 да. Но мы все-таки не рестораторы, чтобы тут просить шумик, правильно? Так что это такое. Ну и, кстати говоря, вот сейчас команда LDL-C обкутается работать. О, смотри, как работает эти бравые ребята уже забрали четверых. Какие в последний игрок? И давайте в чате пошумим за него. Ну, умер красиво. Тут вообще жесть какая-то творилась. Тема LDL-C просто вот издевались над командой Alternate Attacks, как могли. И появится ли? Нет, не появится. Там 4 650, еще сотеньки не хватало до АВП, и как бы занять негде, скинуть тоже нельзя. Так что... Ну и посмотри, так же не занимают деньги, не сдают в ломбар свои девайсы LDL-C-шки, а они продолжают играть у нас на фармганах, именно в наличии их целых три штуки. Ну, это сомнительно. Один MP7 и два МАК-10. Совершенно сомнительные действия, тем более, что против вас сейчас будут играть кальты, но, с другой стороны, если вы их оставляете в руках, и если вы с них делаете кил, то ваша экономика будет процветать и пахнуть. Да, и почему свежими цветочками будет пахнуть. А пока поехала раскидочка на лонг, такая, чтобы ни в коем случае не зашли игроки команды защиты, чтобы атака особо не выходила. И вот после этой раскидки под файр и под флешкой начинается выход. Сирсон не пытается таймать тайминги, его первый лоут экзистенс тут же дает размин тизин, оформляет два минуса. Пока игроков команды атаки чуть меньше. На камне к зай, причем буквально на камне. Ух, смотри, они вдвоем сидят просто как какие-то кукушаты на этом самом камне. И сейчас у нас у команды LDLC уже есть проблема. Они остались вдвоем против четверых, и Пуш не собирается останавливаться от LDLC. Тизин уже запалил мисту, и мисту погибает у нас после одного размена. И дальше Кизяя, выкуривая, забирает попаданием по голове. Алекса, да? И, собственно, Тизин дефьюзит всю эту пачку. Первый раунд для команды. Первый раунд для команды. Альтернат Атакс. Русское языко, моя любимая. 1-3 LDLC. Ну, вроде бы по денег там у них более-менее хорошо все. До 10 тысяч. У Алекса святые угодники. Остановите его. У миста восьмерка. У всех остальных просто куры не клюют. Это очень-очень много. Хорошо и приятно для команды атаки. Но зато с другой стороны уже трое игроков у нас сливает свои финансы чуть ли не до дна. У них остаются по 100, по 300 долларов. И как бы здесь в случае проигрыша в следующем не сыграть экономические от команды LDLC. Ну, посмотрим, что из этого получится. Пока смотри, позиционка от команды атаки. Как бы Кива здесь не забрал. Абсолютно выигранная позиционка. Правда, и да, выиграет у нас Стоун в этой перестрелке. Погибает Кив. Кив, наверное, самый вэлью игрок на карте ДДАС-2. Посмотрим, как же он зажжется у нас на Коблстоуне. Пока что не показал каких-то особых результатов. Но он на лонге мог дать инфу про двоих игроков. Но он знает только лишь про одного. По-второму дать тяжело. Один, по-моему, стрелял с Калаша. Просто пострелял, и он сместился. Подожди, и вот Крисби выходит. Минус по Аликсу. Как неудачно ударился аптекстурку. Если бы кто-то играл на саппорте у Аликса, возможно, были бы проблемы уже у команды Альтернет Атакс. Ну вот смотрите. У нас господин Тизиан все-таки контролит дроп-рум. Причем контролит его внутри. Игзай по-прежнему на Апленте. И разделились игроки защиты 2-2. У Атаки в свое время нету какого-то более-менее целенаправленного вектора Атаки. Потому что, ребята, сейчас у нас наводят фейки. Наводят фейк у нас Мисту. Ну а троечка. Нет, все-таки я ошибся. Целенаправленная Атака. А Тоуна забирает Крисби и дальше начинает очень быстро у нас заходить через подъемы. Кизяя остается у нас отрезанный смоком. Но дает буст своему тиммейту Тизяну. И да, буст работает по экзистенсу. Ой, как хорошо, правда, Кизяя сносит из-за того, что он тут подсаживал кого-то. Но Тизяя слышит сновку плента. Конечно, горелка залетает. И подожди. И выкуривается. За пушку у нас становится один из игроков. Ну что же, поехали. Крайне удачная позиция для Тоуна. Таким образом, он будет полностью контролировать машину. На него откидывается флешка, но Тоуну уже отрабатывает Сирсон. А и далее к СМС у нас врубает Тизин. Отправляет его в таверну. Четвертый раунд для LDLC. И очередной экономический для Альтернаит Атакс. Кажется, это 1-5. Ну и пока мне немножко не ясно. Зачем Альтернаиты пикали карт Коблстон, если у них в защите есть вот такие проблемы. LDLC их, простите, только перестреливают. Но подожди, подожди. Все-таки не так много раундов было сыграно. Выборка у нас пока что минимальна. За 5 раундов сказать, что кто-то кого-то перестреливает, наверное, это просто преступление какое-то. Извините. Ну а здесь у нас гранаты первые полетели. И, кстати, они полетели все в молоко, если так можно назвать. Никуда. Никуда, да, в никуда. Можно ли никуда назвать молоком? Молоком, да. Ну знаешь, когда в мишени попадаешь мимо цели, то это называется в молоко. А вот с гранатами как-то тяжело придумать похожий афоризм. Так, ну и что же. Тизиан у нас здесь под дропрумом. Ну, все-таки принимает он немножечко коктейля молотова. Он ему, естественно, не понравился. Меняет свое месторасположение. Уже уходит в коннектор. Работает тут же молотом. Пытается накормить Экзай. Экзай далеко никуда. Экзай здесь прям горячо, горячо. Греется Экзай у нас вокруг этого огня. Но, к сожалению, согреть так же кулями своих соперников у него не выходит. Тизиан за ходы превосходные. И там нож у нас пытался по воздуху реализоваться. Не вышло. Киев подбирает себе в руки Мак-10. И теперь с неоновым гонщиком он здесь, ну, крайне опасен. Несет смерть и разрушение. Ну, а также Сирсон, подождите. Лестница. Ой, нет, нет, нет. Первые два промаха. И тут уже было понятно, что под флешку на него смогут зайти крайне для себя плодотворно. Эл Дио Сишки. Киев ошибается. Ошибается дважды. И Экзистанс находит для себя сваренький фраг. Ну, здесь ему за боксом дважды не повезло. С этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Папа Кризби была сразу же после выстрела. Чекал Алекс тоже позицию. Дроп Рома и пятерка для ЛДЛС. Причем Альтернет Атакса прекрасно понимали, что такой исход этого раунда вполне себе планомерен. Опять-таки, обрати внимание, Мак-7 у Тизиана, Фамас у Сирсона, UMP-45 у Кзая. М4, А4, раз уж начал с оружием у Кризби. И вот всем этим музеем, всеми этими экспонатами команда Альтернет Атакса должна отбиваться от им ЛДЛС. И пока непонятно как. Понятно, что да, будет играть 4-1, 4-1, уже 3-1, 1-1, и уже опенфраг от Алекса по Акзай. Вот как можно, извините, с таким баем отыгрывать в защите? Ну, пока непонятно. То есть они вроде бы пытались и Е какие-то играть, да, и нам форсы особо не делали. Но фармганы, Фамас и Мак-7, это, конечно, зло. Зато есть АВП у Кива. Да он просто издевается. Ну, это все Гагави, но красава. Молодец, не поленился зайти у нас в переводчике. Я не удивлюсь, если дальше ЛДЛС напишет нам на французском. Нет, 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 сами ЛДЛС, но уже на русском. Русский? Русский. Русский. Спасибо. Ну и что, здесь команда ЛДЛС у нас вышла на плент и Кив отрабатывает у нас СВП. Дальше не включается в игру Эксэмэс, но Кив еще живой. И он может принести крайне много дэмэджа. Кив, поехал! Промахивается. Эксэмэс работал по Киву и вдвоем против четверых. Но здесь с одним кольтом и Фамасом будет тяжело сыграть. Правда, все соперники флэшон и Тиззен у нас не выходят в ранние фармы. И Тиззен достается у нас Крисби. Делает разменный 1 в 3, сыграть будет тяжело. Тем более уже в спину обхорят. Ну и здесь место прямо в лобовом столкновении у нас перестрелял. Ну и здесь, конечно, что-то сумасшедшее сейчас происходило. И счет стал 6-1 в пользу команды Тим ЛДЛС. Количество минусов от команды защиты маленькое. Забрали всего лишь двоих игроков команды атаки. Это, в принципе, неприемлемо во время бая. Даже во время форс бая это неприемлемо. Так что команду Alternate Attacks необходимо журить по этому поводу очень-очень жестко. Ну, либо ждать, когда уже поменяются сторонами. Или вдруг, я не знаю, хоть чудо случится. Ты рассчитываешь на камбэк, да? Ну, тяжело, конечно. Почти невозможно. Но да, ибо зачем тогда Alternate? Это пикали. Так же, как и Бипро играли с гамбитами. То есть защиту почему-то не очень, а за атаку больше бить. Ну, бог его знал. Кризбе, посмотри, посмотри, посмотри. Кризбе, возможно, стоило у нас в команде Alternate Attacks несколько раундов проиграть, чтобы они начали включаться в игру. И действительно, пока что это работает. Северсон словил отлично флаж, что тут же нашли игроки команды атака TML DLC. Подожди, Кива-то не видели? Кива не видели, но он играет за Лениным. И эта позиция должна у нас здесь чекаться по-любому. Это знает каждый игрок Counter-Strike. И Кив заходит. Заметил на кубе, но, по-моему, не успел бы никак он среагировать. XMS на ланге все еще остается. Ну и решил ретироваться, потому что, во-первых, нужно подобрать хотя бы эту самую бомбу. И он-то остается вдвоем с Existence, а два девайса у команды Alternate Attacks еще есть. А живых людей так вообще трое. Да пруд пруди. Ну и Existence у нас здесь на подъеме. С другой стороны у нас есть Xai. У Xai уже подобранный девайс. Это АВП. Ну и смотрите, он поинты. В принципе, не идет в какую-то чрезмерную агрессию. Ему накинется флешка. И под эту флешку попытается XMS у нас прощекать окно. Превосходная парная игра. Ну и Xai, она, кстати, не слепит Xai. Минус XMS. Existence Last. 20 секунд. Ему нужно подобрать бомбу. А после того, как она это сделает, нужно ее еще и поставить. Но времени остается крайне мало. Правда, у Existence по таймингам еще хватает. Того самого времени. Но вот из-за этой перестрелки он уже, к сожалению, может не успеть. 5, 4, 3, 2, 1. Не успевает. Он хоть и забрал у нас Сирсона, но бомба осталась не поставлена. И Киев претендует у нас даже на последнюю аннигиляцию. Но нет, этого нет. Он успел АВП подобрать чужое. А точнее своего тиммейта, который отработал. И Крисби здесь просто... Ну, мое почтение этому господину. Вот только лишь благодаря ему. Да, и Кзай тут сработался с ОВП тоже неплохо. Сделал два минуса. Да, причем он один сделал минус за боксом, когда там играл игрок атаки. Да, а потом второй сейчас. Ну, мужик. Одним словом мужик, это такое, знаешь, похвала такая. Мужик, мужик. Ладно, не в этом суть. Все-таки, скорее всего, выход на Б-плент будет от команды Тима ЛДЛС. На миде останется лишь один Аликс, и то, чтобы смотреть перетяжки. И OpenFrag уже произошел от XMS, и, конечно же, на Б-пленте забрали Кива. И тут же команда ЛДЛС почему-то уходит назад. Кзай дает размен по Аликсу в миде, и теперь ЛДЛС представлен четырьмя игроками на длине Б-планта. Ну, кстати, вот в этих вот начинаниях мы еще не видели ни одного быстрого выхода от команды ЛДЛС через Лонг Б-планта. Все, они как-то мнутся, мнутся, и выходят под последние тайминги. Ну, и сейчас Сирсон у нас в откидочке может сыграть крайне хорошо. Тизен под флешку заходит, но, правда, эта флешка работает в две стороны, по нему и по соперникам. Вторая уже получше будет, но там накидывается у нас с обратной стороны, и, опять-таки, Тизен остается беспомощный. Ну, здесь Сирсон не справляется со стрельбой, ну что ж такое, комрад. Кзай хотя бы в коннекторе ловит своего оппонента, дал размен. Тизен неудобно играть с дропрума, да посмотри, с двух сторон выкурил Толноу и Мист, но Мист уже погибает от рук Крисби. И вот вам, пожалуйста, бомба на Лонге. Толно в дропруме, у него АВП открывается под свою же флешечку, никого не видит. Тут же смолк на коннектор, причем восхитительный смолк достаточно. Да, неплохой, кладясь ровно-таки на дверь, Толно начинает смотреть дропрум, боится, что в него обойдут. Так, команда Альтернет приготовила у нас буст. По-моему, XMS запалили, и поэтому фаер кладется ровно под его ноги. XMS горит, но не сгорает, только лишь подплел немножечко этот игрок. Дуа не заметили. Игрок Толно у нас играет. И вот, по-моему, только что Крисби мог что-то запалить, но он этого... Да, запалил, потому что иначе бы не смотрел так долго на дропрум. Да еще и тиммейт саппортит. В итоге будет у нас выкуривать последнего. И да, Xay погибает у нас в неравной схватке против двоих. Бомба будет раздифьюжена, и счет становится 3-6. Уже смогли сократить максимальное расстояние игроки команды Альтернет Атакс. Толно погибает. Xay живет полной жизнью с одним хп. О, простите, я опять перепутал? Ничего страшного. Друзья, мы тут уже 12 часов находимся. Поймите нас правильно. Извините, всякое у нас бывает. Толна, Толна, конечно же. С AWP был Толна. Что-то не то. Что-то у меня перешел к Xay в другую команду. Бывает. И Алла разное может произойти. И всякие еще другие вещи. Аллаина и тому подобные имена. Ну что же, здесь альтернейты у нас уже почувствовали свои силы. Вкус победы, наверное. Да, победа еще не пахнет. Потому что в 3-поинта у нас в плюсе у команды LDLC. Опять очередной твит. Простите, ждал пока убью, чтобы написать Крисби. Еще что-то обыдене напишешь, мы вас порвем. Неплохо. Просто лучше. Неплохо, да, отлично. XMS у нас тем временем находит Крисби. И XMS продолжает здесь нашивать, зарабатывать киоин на своих сортерников. Просто как будто в тире находится Толна. Отличные прошивы через Мака. Да, остается Сирсон и остается Тизен вдвоем. Им надо сейвить. Других вариантов для них существования просто никакие не придумало человечество. И не придумает, наверное, никогда. Но вот попытаются их найти. Пытается вскрывать все это дело господин Толну. Обычно штатный снайпер команды TML DLC. Но и Сирсон пока здесь живет. А снайпер работает на Террис Пе Тизен. Тизен находит своего оппонента Аликса. С Аликсом сработал. Сирсона, вероятнее всего, здесь уже никто не ждет. Потому что все отвлекаются. Ну, он крайне неожидаемый. Но вот вопрос Сирсона пойдет ли сам. Вот сейчас если XMS забрать, XMS Пе... Нет, все хорошо. Если забрать XMS, это будет просто чудо. Нет, нет, вот нужно забрать не XMS, а вот этого вот самого Толна. Пабам! Есть, под самый-самый конечек. Отлично. Смотри, как лег. Присел, я не знаю, на колено встал. Да, хорошо. Хорошо. 3-7. Вот он Толну. Смотри, какой рандом залетел. Прям по Акиву нежданно-негаданно. Да, прям по головешке. Но и нож от Сирсона был хорош. Ну, здесь, по-моему, Толна отошел от компьютера или начал чесать себе висок. Я не знаю, почему он даже не шелохнулся. Ну, вот опять-таки смотри. То есть ты ждешь, что двое игроков команды защиты будут сейвиться. Ну, да. Ты видишь снайпера на Террис Пе. Ты ему проиграешь. Где второй? Наверное, очевидно, с ним. Это как бы так все подумают. Логично. Но с другой стороны, Толну даже у нас стоял на месте. Он никуда не двигался, никуда не переходил. Да, к сожалению, так оно и произошло. Но для него это было летальное. Летальная ошибка. И эта ошибка ему стоила целых полторы тысячи долларов для соперника. Да, ну что, Кзай, будет ли работать у нас здесь с лестницами? Вопрос открытый. Алекс здесь не ожидает никто увидеть. А вот Толну также Тизен у нас не рассчитывал до узреться и узрел того... Оооо, Киев тоже наказывает Толну за реализацию снайперского девайса в коротком расстоянии в дропроме. Так, ну и подожди, Сирсон у нас находит Экзистенса. Совершенно как-то не понимает, по-моему, даже ЛДОСи, откуда их убивает. Киев продолжает свое шествие и пока что оно вполне себе успешное. Остаются вдвоем у нас ЛДОСишки. Да, Алекс уже пропушил у нас подъемы. Да, но с другой стороны Кизяй у нас заходит и погибает от миста. И вот уже 2 в 2 ситуация. Совершенно непонятный разыгранный поинт у нас сейчас в 11 раунде. Сирсон уже на стяжке. Ему смок не кладется. И Сирсон должен сыграть против Ванга. Но Алекс его запалил, но не стал стрелять. Вот это, да, собрал только лишь информацию. Но Сирсон смотрит конюшню. И в конюшне придется показаться Плентеру Мисту с его лоу-хпшечками. Ну вот, Алекс все-таки отработал Сирсона. Киев заходит через Ванги. И есть минус же по Плентеру. Так же Киев, вот это фрикшоты. Минус 4, ты посмотри. Это просто запрещено, блин, правилами ЕСВЦ. Раз, тут же инфа, тень. Сначала мелкая тень на дереве. Все из-за мелкой тени на этом дурацком дереве. Обалдеть. Минус 4 в этом раунде. Минус 4, Саш. Он просто, он зарешал. Он наказал Толноу. Помнишь, он СВП был в дропруме? Да, да, да. Кевин молодец. Здесь сыграл за всю свою команду. И вот сейчас Тизин нужно так же отыграть у нас на приеме дропрума. Потому что против него играют сразу три претендента на свинцовую пули. И Тизин у нас уходит и не дожимает. Киев тем временем забирает у нас Толно. Тут же есть размены. И пока что у нас с пистолетами команда ЭВТОСи выступает куда лучше, нежели их оппоненты с девайсами. И Алекс у нас вместе с Мисту уже на АК 47. Крисби. У него фармган у Кзая. И он уходит на лонг. С лонга стреляться очень тяжело. Крисби пытается сыграть с игроком на лонге. И тут же его ловит на смене девайса. Мисту. Но нет. Алекс. Мисту дает минус. Уже остается лишь Крисби. Инфа по нему есть. КАЕшка на 2 КП оставили ему. Но тут же Алекс все это дело зарешел до конца. 4-8. Команда Альтернет Атакс как-то совсем не уверена в себе. Отыгрывают у нас карту Кобблстоун. Ты когда-нибудь видел в музее логотип ЕСВЦ? Ну, видно. Где-то выделили, что их даже в музей поставили на Кобблстоун. Ну, вот сейчас, наверное, увидим от игроков команды Атаки. Можно показать нам хотя бы Алекса, наверное? Мисту, Мисту, Мисту. Мне кажется, есть еще какие-то плюшки на туалетах. Что-нибудь интересное. Нет? Не будет? Да нет, мало вероятно. Но, тем не менее. Блин, забавно. Кзай не услышит перетяжку через рукав. Потому что там просто шифт от команды TML DLC. Возможно, какие-то гранаты услышат. Но нет, уже нет. Уже слишком он далеко. И это все-таки выход пода будет от команды Атаки. Вполне похоже. Этот форс из команды Альтернет Атак должен принести девяточку в клуб команды TML DLC. Крайне-крайне вероятно. Возможно, так оно и будет. Но, с другой стороны, не стоит недооценивать форс бая, который у Альтернетов может залететь. Тем более, Кзай у нас уже проходит. Здесь... Ой, как же вышли у нас одновременно. Правда, Кзай не смог заменить своего оппонента. Потому что, видно, там ему что-то мешало. Трое игроков. Сирсон, Киев и Тизиан. Решили просто уйти. Ну, сейв здесь совершенно какой-то нецелесообразный, несуразный. Давайте посмотрим экономику. Возможно, там действительно у нас... А, да, да, следующий экономический. Поэтому хоть какие-то пистолеты, это уже хорошо. Нам, видимо, опять написал наш зритель. По улыбке нашего стаффа. Продакшн, с кого-то. Сезон второй. Ну вот ты лучше бы... Нашел бы логотип третьего сезона чувака. С Россией. Черт с ним, да? Европу на туда, конец. Ну ладно. Окей, мам. Что дальше будет? Президент России, да? Ты зачем идею? Ладно, хорошо. Кстати, сейчас эхо от команды Alternate Attucks, уважаемый админ UCC. И десяточка... Простите нас, пожалуйста, не будем отвлекаться больше. В ресторане, конечно же. Подожди, что за недопонимание в кругах команды Alternate Attucks? Слушай, я увидел у Кива МАК-7, как все остальные начали форсить за ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сомнительное решение. В последнем 15-м раунде было бы вполне себе интересное противостояние. Вполне было бы нормальный бай у команды Alternate Attucks. Но вот они решили сейчас сыграть через форс. Но дай бог, чтобы получилось. Так, и Кив у нас... О-о-о! Вот это да! Вот это залетает у авапера. Второй раз и второй раз хайлайтит. Минус игрок Мисту. Но пока что это один килл от команды Alternate Attucks. Ну а дальше у нас узды правления на карточку Болстон берут себе в руки Элдиос-фишки. Два килла от них уже есть. Кив смещается, есть попадание. Второго не наблюдается. И Толна, конечно же, не прощает. Забрала же троих игроков. Толна у него, конечно, жирновато. Ему помогает Existence. Тут же горелочка на плент-а. На всякий случай, чтобы отсрочить все это дело, Сирсон остается один в четыре. Это десять четыре. Дальше денег нет у Alternate. Это одиннадцать четыре за первую половину. Ну вот смотри, у Сирсона есть здесь коварный план. Это уйти под дроп-рум и взять там АК-47, который в самом начале у нас смог выбить игрок... Ну, Кив у Миста. Кив, да. Ну да, за ним идёт, смотри. Уже на памятнике. И дальше АК-47. Вот он, родимый. Нашел невероятно рад у нас с Сирсона. Тем более, все патроны здесь сохранились. Только лишь один потратил у нас перед тем, как умереть Миста. Ну, не знаю. Вот сомнительное мероприятие с этим форсбайм от команды Alternate Attacks. Может быть, хоть ты меня отговоришь от того, чтобы называть его сомнительным? Нет, действительно, сомнительное действие, потому что рассчитывали у нас как-то удивить вновь Alternate, но если до этого не получалось это делать, то зачем это повторять раз за разом? Это вроде как называется безумие. Ты знаешь, что такое безумие? Около того. Ну и Alternate Attacks у нас 2-3 тысячи. Вот тот самый повтор от Кива. Превосходный головошот с самого начала, но после этого ничего здесь больше не смог набрить себе. Ладно, последний пятнадцатый раунд первой половины. Пика команды Alternate Attacks на карте. Деку был стал. Alternate пока за сторону защиты от игр. Ну и смотри, у LDLC под конец нету АВП, но с этим АВП они даже как-то не особо-то и сыграли. У игрока Тоуна лучше получалось играться с АК-47, и он продолжает это делать. Сирсон, есть превосходная раскидочка, там есть один фаер, также были до этого положены флешки. Сирсон, заходы через купы, и здесь у него сразу три дула, и, конечно же, он в этом противостоянии проигрывает. Там просто жесть какая-то творится. Тизина поджигают. Горит он достаточно неплохо. Подсадка для Крисби. Ну и что дальше? Крисби обойдется в анган, но там уже его ждут, уже смотрят. Ну и просто заградительный огонь ведет команда Team LDLC, и это одиннадцатый для них достаточно простой. Алекс минус Тизиан, и по Крисби у нас должен стреляться Экзистанс. Да, флешка там есть, но Экзистанс полностью в ландии у нас зашивает 90 хп, и эксэмэс завершает начатое капитаном. 4.11. Ну, пока отличное начало на чужом пике для команды французской Team LDLC, и на данный момент хочется сказать, что alternate attacks смотрится гораздо неувереннее, нежели на чужом пике. Но, возможно, за сторону атаки по-другому мы с тобой посмотрим, как отыгрывает команда alternate attacks, свой собственный выбор, саму эту карту, но в защите пока вот что-то не вдохновляет. Хотя 11-4, в принципе, играбельный счет не катастрофа, а прям вот совсем не катастрофа, чтобы там счет был какой-нибудь 2-13 или 1-14, но, тем не менее, очень-очень близко к этому. Ни пятерочка, ни то уже плохо. Ладно, посмотрим, раскидка лишь у Кзая, выход на B-Plant, в дропруме уже двое-трое игроков, Алекс будет заходить в спину, его пока не контролят. Ее достаточно быстрая пистолетка, пока есть у нас преимущество команды атаки, тут она уходит, да, и вживуюсь лишь один игрок от Крисби, 1 в 2 остается. Тут же его будут контролировать со спины, и двенашечка для Тима ЛДЛС, кажется, это 15-4, и, в общем, можно смотреть карту под номером 3. Вот, повтор от Мисту, крайне важные минуса здесь сделал, Тизен вначале его проигнорировал, говорит Сирсен, ну разберись с ним, но в итоге и Тизен, и Сирсен у нас достаются про отца, их нокаутировал Мисту, да, еще и под конец смог сыграть по дэму же на Крисби. Сирсен, какая у нас там карта под номером 3? Карта под номером 3 у нас будет, если мне память не изменяет, она мне явно не изменяет, я сейчас тебе скажу и не буду даже промедлять, я открываю АШЛТВ Орк, и это карта ДКш. Не изменяет ему память полезно АШЛТВ. Форс байраунд от команды Альтернейт Атакс, причем, опять-таки, таким образом, чтобы вам были гранаты в руках у команды Альтернейт во время байраунда, так что пока посмотрим, что из этого получится. Ну и поехали, LDL Сишки здесь очень стабильно, уже заняли свои точки, при этом у нас упор ставится на точку Б, есть игрок под KFC, и в этом KFC Толна, по идее, должен находить свои киллы, но пока что Киф у нас отличается, и это единственный игрок, который хочет победить LDL Си, в то время как его команда уже сдалась морально. Ну, маловероятно, хотя смотри, принимается KFC первого оппонента, второго, есть минус фармгана, Киф попытается работать в коннекторе, но, по-моему, все несколько тщетно, хотя нет, переработал неплохо Экзистент, за еще бы лохитовый ХМС забрать, и жизнь может оказаться на самом деле малиной, но, к сожалению, нет, мист, как всегда, хорош 4.13, и, наверное, эко для команды Альтернейт Атакс и 4.14. Вот посмотрел я на статы команды Альтернейт, какие-то они совершенно печальные. Прямо такое чувство, что Альтернейты брали предыдущие, да, а Team LDL Си этот? Возможно, возможно. Ну, действительно, пиками пока что у нас обменялись Альтернейт Атакс и LDL Си, судя по этой игре, хотя мы все ждем камбэка от Альтернейт Атакс, если вы поддерживаете нас, то пишите, пожалуйста, свои сообщения нам в Твиттере с помощью собаки UC Лига, или же хэштега UC Студия, а нет, это даже собаки UC Студия, все уже Студия. Да, да. Посмотри, у нас здесь в Ворсбай от команды Альтернейт Атакс, и это гораздо интереснее, то есть они не хотят давать 14-е LDL Си, чтобы потом не загонять себя в более неприятную ситуацию, и попытаются выиграть прямо сейчас. Экзистент, что я уже слышал, одного из своих оппонентов тут играет с двумя, его разменяли, но невелика потеря, на самом деле, для команды Альтернейт Атакс. Можно идти и дальше. Правда, плент укрепила тройка игроков команды защиты, но ничего, можно попытаться и выйти, на самом деле, туда, почему бы и нет. Ну, на самом деле, это рискованные действия от команды Альтернейт Атакс, им нужно еще немножко похалдиться, как мне лично кажется, попытаться словить LDL Си на какой-то агрессии, но, с другой стороны, этой агрессии может и не быть. Хотя нет, она уже проявляется у нас Атону, отрабатывает он Сирсона, Тизен не выходит на размены, и экс-эмэс не зашивает у нас к Зая, но помогает ему в этом начинании Алекс. Да, кто прогонял своего тиммейта, Тизен остается один, Алекс нашивает уже и Кива, плент, конечно, под контролем команды Тимл ДЛС, Тизен, работа с погрузчиком. Так, Алекс отвернулся, но Тонус мог его в этом, в этой ситуации за сейвить 4.14, и у команды Альтернейт, судя по тому, что не себе делать с экономикой, денег не будет в ближайшие два раунда, поэтому нужно только выигрывать. Да, им придется играть форс, 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 и так до конца. Ну, форс, форс, наверное, так. Хотя, если будут выигрывать, то почаще будут форс, форсы. Бай, 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 форс, 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 форс. Гоу, гоу, пауэр рейнджерс, хочется сказать, команде Альтернейт Атаксы, посмотри, проходят они пока на аплент, проходят все через яму, флешки, всех прекрасно все слышат. Двое игроков уже готовы их встречать, это Экзистенс, работать с рукава, готовы к СМС, и посмотри, все выходят через одну щель, пока без раскидки. Тизион встречает Алекса, Экземес, Гатон встречает своих оппонентов, встречает, достаточно неплохо, получает флешку, пытается уйти, но тут же прокидывают великолепную флеху на Альтернейтов, и всех принимают практически в одной позиции. Минус от Мисту, минус от Экземеса, от игроков команды TML DLC, это приносит им первый мэппоинт. Ну и смотри, форсы полетели от команды Альтернейт Атаксы, остается надеяться, что большая их часть все-таки зайдет, и мы с вами увидим допы на карте Кобболстоун, но пока что все близится к тому, что LDLC должны брать пик соперника. Да, ну и пока у нас 5-5 по живым людям, и посмотри-ка у Кива какой-то рыбоданчик достаточно интересный. Неплохой, сейв и доф. Да, сейв и доф, действительно, экип, дроп рум, быстрее десантом, забирает первого оппонента. Нет, забирает, просто пугает, и со вторым происходит то же самое, работает ГЗА вместо него, ну и команда Альтернета ТАКС довольно неплохой, показала нам вскрытие от точки Б, и XMS с Экзистенсом серьезно задумались о том, чтобы пойти на сейв, ведь здесь выбивание может быть крайне неэффективным. Ничего страшного в этом сейве для LDLC нет, у них и так 15 раундов, им надо забрать один из оставшихся, 11-ти, включая этот. Вообще никаких проблем с этим возникнуть у команды LDLC не должно. У хорошего. Ну, Экзистенс у нас уходит, сейв, и это отданный пятый для команды Альтернета ТАКС, суммарно, это уже сыгранный 20 раунд, впереди будет 21-ый, у LDLC что там по экономике, вроде как должно хватать на все, что не захотят, и возможно даже купят АВП. Да, денег там только лишь отнимать, у Тона и у Миста будет под конец раунда целых 9 тысяч, 9 тысяч, это финансовый очень хороший. Плюс АВП, ну все нормально, все нормально, у ТМЛ-ДЛС, только лишь потом начнутся экономические неприятности, но, блин, Саш, ты можешь понять, там 10 раундов подряд надо тащить Альтернейтом, если они не хотят проигрывать здесь, а хотят все это свести в допы. Это какая-то тяжелая задача, это очень сильное колдунство должно им помочь в этой ситуации. Ну вот смотри, LDLC сливает себе экономику, и только уж у одного XMS остаются деньги, в принципе, на следующий бай, поэтому если Альтернейты берут это, то подарком себе заворачат еще и второй раунд, то бишь уже счет будет 5-17, а там 8 раундов с АКМБ, да, допов. Ну и это, в принципе, возможно, возможно. Я не говорю, что это исполнится, но это возможно. Но все равно очень тяжело, и флешки не самые хорошие от тиммейта команды Альтернейт Акс попадают по Тизену, ибо слепится и он, слепится и его оппонент. Тизен подгорает, все это прекрасно слышат. Можно выйти на флешовую в Толну. Ой, подожди, как же Толну у нас агрессивно здесь поджимает уже на лестнице, и, по-моему, он не знает, где Тизен, а Тизен догадался по длинному дуу своего соперника. Идет дальше Тизен, вот это нашивы по Аликсу. Аликс выживает, и мало того, что не уходит обратно, так еще и начинает более сильно поджимать. Мистер разбирается с Тизеном, и у Аликса здесь уже больше никаких проблем с Билангом нету. Большие вопросы у Крисби. Он в дыму, и его никто не видит, и он ничего не видит, ничего не представляет. Но в дропруме он, по-моему, находится у нас, поэтому этот дым ровным счетом ничего не играет. Если бы был где-то под камнем, то ладно. Ну и Крисби выходит. Здесь у нас на крысе находится Экзистенс. Забирает он свой килл. Выстраданы дальше Экзистенс, еще и минус по кибу. И последний фраг по Сирсону залетает у нас ровно по голове. 5-16. Это счет второй карты. Команда LDLC у нас смогла нокаутировать и дать реванш своим оппонентам после проигранной карты ДДАС-2. Мы с вами уходим на маленький перерыв и вернемся уже на... Продолжение следует...